Десять секунд до стола Вот она прелесть! Вот это гонка, я понимаю! Такой фурор на судей произвел Александр Семенов, участник соревнований по зимним дисциплинам ездового спорта «Белый след-2017». Спортсмен и его питомцы приехали из Тольятти и поразили всех самым массовым стартом на этой гонке. Сейчас у меня участвуют в гонке шесть собак, вообще у меня их восемь, но две собачки отдыхают, они получили микротравмы, сейчас на тренировках наступ получается из-за весеннего солнышка, и они, бывает, режут лапки. Вот, поэтому приехал сюда шестеркой, выступили замечательно. Трасса немного рыхлая, но вполне проходимая, мне понравилось. Вот, куча впечатлений, много обгонов, мы с четверкой несколько раз друг друга обгоняли. Друг друга стимулируя и тренируя обгоны. Очень здорово. Именно собаками я занимаюсь где-то, наверное, года два-два с половиной, но относительно немного. Но у меня большой туристический, альпинистический опыт. И, как бы, я из туризма пришел к собакам, и поэтому, как бы, мне вот с этим, ну, легче участвовать. Я собираюсь участвовать в длинных гонках, вот, а там, как бы, как раз надо опыт туристический. И многие, кто участвует в длинных гонках, просто заводят собак, а потом приходят к гонкам. Им трудно приходится, потому что нам много снаряжения, опыта, знаний. А здесь, как бы, немного попроще мне будет, я надеюсь. Вот, ну, конечно, общение с собаками очень сильно успокаивает, потому что ты рано или поздно начинаешь понимать, Арина не ее, не Арина не ее. Она вот, ну, она вот, ну, собака. Вот, поэтому стараешься себя успокаивать, успокаиваешься сам. Собаки спокойные, вот видите, они адекватно сидят, не реагируют. Я постоянно с ними работаю на послушание, чтобы они сильно не выплескивали свои эмоции, чтобы были спокойные, потому что, как бы, я отец троих детей, у меня две маленьких, три маленьких девчонки, двойные полтора года, а взрослые три с половиной. Они маленькие еще не катаются, а вот, которые взрослые, она с двух с половиной лет насмотрелась в кино, сначала в нарте каталась, потом такая вылезла. Папа, в кино не так катались, но когда я сюда, подошла ко мне, мы с ней вместе проехали, а потом, не, пап, ты иди, я сама покатаюсь. Вот, то есть я контролирую собаку, она едет, вот, ездили в том году на соревнования, в этом тоже, вот, то есть дети тоже, как бы, очень любят собак, постоянно с ними их тискают, играют, у них куча впечатлений. Но, чтобы доверять собакам такого маленького ребенка, необходимо сначала хорошо подготовить их. И здесь просто дрессировкой не обойтись. Прежде всего, нужно обладать знаниями, которые помогут вырастить здорового питомца. Если честно, здесь такой, получается, комплексный подход к тренировкам, ко всему, потому что надо быть и ветврачом, и тренером, и, так как я кормлю натуральной едой, требуется знание питания и всего такого, как и приходится постоянно все учить, там, всем. Я в медицине вообще, вот, если честно, ну, вот, я знаю, что есть аспирин и зеленка, да, вот, а сейчас из-за того, что есть собаку, у собак аптечка больше, чем наша домашняя, в три раза, вот, и уже знать, там, как где-то что-то может зашить, где какие мази сделать, лапы помазать, где там еще что-то такое, вот, уже, как бы, к этому ко всему относишь. Ну, как бы, относительно к себе это тоже, ну, у нас физиология примерно одна и та же, за исключением того, что их пищеварительный тракт предназначен есть мясо, а у нас, как бы, для более простой пищи, а все остальное абсолютно то же самое. Ну, и, конечно же, залог результативного выступления на соревнованиях – это правильная подготовка, систематические тренировки и хорошая физическая форма спортсмена и собак. Я думаю, это путь, наверное, большинства каюров и лыжников. Сначала у тебя появляется одна-две собаки, ты с ними катаешься, ну, соответственно, тоже в квартире больше двух собак, конечно, мне кажется, очень сложно содержать, хотя я знаю, ну, как бы, кто содержит, постоянно работает, в принципе. Кто постоянно участвует в соревнованиях, ездит работать с собаками, у того нет разгрома в квартире, хотя в Ютьюбе, наверное, много видео, да, о том, что ничего не остается. Вот. Когда с собаками постоянно работаешь, они успокаиваются, появилась тоже одна-две собаки. Я участвовал сначала в лыжных гонках, ну, я когда-то давно катался на лыжах, не профессионально, но хорошо. Вот. Поучаствовал в лыжных гонках, понял, что к чему, как надо примерно работать с собаками. Постоянно приезжаешь, ищешь спортсменов хороших, пытаешься с ними пообщаться, потому что это неоценимый опыт. Общаешься там с командой, со своей, еще что-то такое. Вот. Что-то где-то почитаешь, подсмотришь где-то там. И в итоге накапливается опыт, ты уже понимаешь примерно, как надо тренировать собак, потому что это своя система тренировок должна быть. То есть там для... От таких дистанций такие тренировки. Таких, такие. Где-то тяговые, где-то без нагрузки, где-то с нагрузкой. Ну, все это. Где-то скоростные. Вот. Где-то, опять же, вот по пуховому снегу. Где-то надо, чтобы на льду собаки ходили. Потому что часто бывают гонки такие, где надо на лед выходить. Собаки в такой... в непривычной остановке просто могут повернуть к берегу и уйти, и не пойти. Поэтому здесь много наду аспектов, таких нюансов разных в тренировках. И включаешь, и все. Потом, когда у меня появилось больше собак, у меня уже был опыт скатывания. Я на двух собаках на лыжах катался. Когда они начали подрастать, я с ними бегал. Потом они начали меня обгонять в беге. Я стал с ними на велосипеде кататься. Вот. Ну, потом уже зима. Вот. И по чуть-чуть собаки выучивают, что такое лидерство. Ну, что лидерство, это значит, что она должна впереди тебя бежать и тащить при этом. Вот. Выбираются те собаки, которые лучше всего тащат спереди. Они называются лидерами. А затем собаки расставляются по мере эмоциональности, подхода. Потому что не каждая собака с каждой может бежать. Ну, когда их переставляешь, это понятно. Потому что у каждого свой характер. Какая-то там задира, какая-то это. Кто-то кого-то подстегивает, и они быстрее начинают бежать. Это смотришь, выбираешь, подбираешь. Ну, это очень долго. Тренировки постоянные. И терпение, и труд все перетрут. Впрочем, эти усилия стоят того. Ведь ездовой спорт – это прежде всего удовольствие от самого процесса тренировок и общения с любимым питомцем. Да и заниматься этим видом спорта можно в любом возрасте. Вы знаете, этот спорт, во-первых, умиротворяет, наверное. Во-вторых, вот мне уже за 30 как бы, я понимаю, что, допустим, молодые участники, которые, ну, в каких-то… Я много чем занимаюсь, в других дисциплинах, они уже дают себе… Ну, ты уже не можешь за ними гнаться. Участие в соревнованиях в Нарте и в ездовом в таком спорте можно участвовать хоть до 50-60 лет. То есть ты в этой атмосфере, заряд эмоций положительных огромный. Век живи, век учись, опять же, да. И опять же это здоровье, потому что… Это кажется, что ты в Нарте не работаешь, а просто едешь. Но на самом деле в Нарте идет тоже сильная работа, особенно вот когда на скоростных участках, повороты там это. Особенно если собаки начинают там запутываться, пока якорь забьешь под дверь, весь спотеешь. Хотя на самом деле со стороны кажется, да, что он там, да. А когда ты по глубокому снегу собаку вытащишь, выстоишь, там тоже как бы нагрузка идет. Ну и на лыжах, соответственно, я тоже тренируюсь летом на велосипеде. Я раньше много спортом занимался, вот, и на велике, и даунхиллом занимался, и, ну, много чем и на лыжах. Вот, а потом наступило такое время, что как-то все работа, все некогда, потом как-то дети и то. И я начал понимать, что я начинаю что-то делать, мозг помнит, что это можешь, а тело не идет. И после того момента мы за город переехали, хотели завести собаку, а так как хотели, чтобы собаки вообще были совсем не агрессивные, выбор падал, ну, примерно на таких собак. А так как еще хотел заниматься спортом с ними, поэтому однозначно на ездовых собак, ну, как бы, понравились, конечно, хаски. С них и началось. Вот, пускай они не самые скоростные, не самые лучшие в своих характеристиках ездовых собак. Ну, как бы, мне больше нравится общение, общение моих детей. Ну, и вообще все это здорово. В отличие от Александра, следующий участник соревнований Роман Залавин из Магнитогорска пока является владельцем одной собаки. Но для выступлений на соревнованиях он берет напарника для своей домашней любимицы. У меня две собаки. Первую зовут Лина, это моя собачка, девочка. Вторая – это Наваха Кобелек. Сегодня мы будем участвовать на соревнованиях. Белый след 2017, упряжки двойки, 3 километра. В городе Магнитогорске мы занимаемся тренировками по ездовому спорту. Вот, и я занимаюсь знакомой, а дает мне собаку, мы вместе с ней тренируемся. В 2017 году мы планировали участвовать на зимних гонках. Вот, сначала мы участвовали еще до этого на остальном рубеже, в двойке упряжки. Вот, теперь приехали сюда, в Яматово. Вот, хотим победить. Тремного тренировались, но, надеюсь, все будет отлично. Несмотря на активное участие в соревнованиях, главное для Романа все же не только показать отличные результаты на гоночной трассе. В основном это здоровье, себя улучшаешь, собаки. Собаки, соответственно, бегать очень хотят. А бег, как говорится, бег – это жизнь, это здоровье, это поддержание иммунитета своего. Мне это нравится, во-первых. То есть это уже как бы, это уже отдельная, другая жизнь получается. И в этой другой жизни очень важно быть настоящей командой со своим питомцем. Взаимодействие всегда было хорошее. В принципе, это с рождения отлично. Мне, то есть, поставил в нарты и поехали. Но немного все равно надо подрабатывать, конечно, тренироваться, команды знать. Это вот с щенячьего возраста тренировать. А потом уже после года идут уже силовые нагрузки. Там, соответственно, единомышленники появляются. Они видят, им тоже интересно. Они дают собак, мы тренируемся и вот ездим на соревнования. А вот Салават Губайдулин из Уфы нечасто выходит на старт со своей собакой. Но, тем не менее, старается по мере возможности активно проводить с ней время. Моя собака, кличка Маршал по паспорту в простонародье Мухтар. Возраст 5 лет, восточноевропейская овчарка. В подобных соревнованиях он уже как-то участвовал, когда я еще был совсем маленьким. Вот, очень даже успешно. Раньше мы тренировались с ним, бегали на лыжах. Мы живем в Чесноковке и периодически тренируемся. А тут очень поздно нам сообщили, что будут соревнования. Ну, мы уже вообще отвыкли от этих соревнований, давно уже не тренировались, уже не в форме, форму потеряли. Ну, решили попробовать тряпнуть стариной. Мы выступаем в скит-джоринге. Это лыжник и собака. Вот, человек тренируется, бежит на лыжах, дышит свежим воздухом, собака тренируется. Мы чаще стали с ним общаться. Чаще я к нему начал предъявлять какие-то требования определенные в связи с этими занятиями. Вот, и на этой почве взаимодействие улучшилось. Да и вообще, совместная деятельность приносит пользу не только в виде улучшения взаимодействия с питомцем. Заряд бодрости, общения, море позитива. Во-вторых, здесь общаешься с людьми, которые к собакам относятся спокойно. Не так, как у нас в городе, все очень осторожно относятся. И действительно, здесь собаки вызывают у всех исключительно улыбку. Сегодня участвую я с двумя собаками, два метиса. Один метис Шарпея, его зовут Ральф, и метис, не знаю кого, ее зовут Махнушка. Ну, то есть мы любительски участвуем здесь, в местных соревнованиях, стараемся выезжать на какие-то, и нам просто нравится. И компания здесь очень много друзей новых нашла. Ну, это достаточно активный вид спорта, и для собак, ну, для моих собак он подходит, поскольку они тоже такие физически активные и спортивного телосложения. Мне кажется, они стали лучше меня понимать, поскольку все равно это такое взаимодействие, когда им говоришь, там, тише, быстрее, лево, право и так далее. И сейчас они уже просто по каким-то движениям схватывают, что куда. Ну, то есть взаимопонимание, конечно, улучшилось. Сложностей, в принципе, не возникало, просто первое время, ну, освоить нужно было технику, а так все, в принципе, легко далось и достаточно позитивно и весело. Вот и следующий участник соревнований, Александр Найденов из Тольятти, полностью согласен с Оксаной. Ездовой спорт – это не очень сложное, но безумно увлекательное занятие. Сибирские хаски, два кобеля, одному два с половиной, одному два года. Мечта детства, фильмы, как люди катаются и участвуют в соревнованиях на собачьих упряжках. В какой-то мере адреналин, спокойствие, то есть расслабление какое-то дает. То, ну, по большому счету, ничего сложного не дается. Главное – уметь общаться с собаками и правильно их направлять в правильное русло. Понимать их, правильно отдавать команды, обучать правильно. Кстати, наравне со взрослыми соревновались и совсем юные спортсмены. Мою собаку зовут Ваниля, порода хаски, сибирские хаски. Я начала заниматься этим спортом. Раньше я занималась бальными танцами. И просто мы с семьей захотели купить себе собаку породы хаски. Они нам очень давно нравились. Купили, много чего узнали, что надо, получается, заниматься ей, бегать с ней, гулять. Потом нам понравилось это все, мы начали заниматься. Потом мы купили вторую собаку. Начали еще больше заниматься и пошло. Я участвовала в дисциплине юниоры. Две собаки, упряжка, две собаки. Впечатление, трасса была очень такая тяжелая. Мы проваливались все время, мы нарты проваливались. Ну, еще было очень красиво, то, что ты ходишь в лес, из леса. Было, конечно, страшно на спусках. Спуски были прям очень сильные. Такие прям крутые спуски. Ну, трасса понравилась, интересно очень. Конечно, дистанция у юниоров была покороче, но впечатлений им все же хватило. Да и готовились ребята наравне со взрослыми, преодолевая свои сложности в ежедневных тренировках и получая удовольствие от результата. Сложности в тренировке с собаками бывают, когда... Ну, бывают такие моменты, что я живу в поле, и бывают такие моменты, что собаки вырываются и убегают куда-нибудь в поле. Вот сложности. Сложности еще в том, что... Ну, бывает после школы неудобно идти на тренировку, потому что, ну, как холодно еще бывает. Легко дается то, что встала, запрыгнула на нарты и погнала. Прокатилась, довольная, пришла домой, и все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они добрые, ласковые и готовы бесконечно дарить свою любовь. Их предавали, бросали и обижали. Но они все равно смотрят в глаза с вопросом, может, ты пришел за мной? Эти собаки знают о жизни больше, чем мы можем себе представить. Но целый мир для них по-прежнему один человек. Просто он еще не нашелся. Герда – это очаровательная, некрупная и совсем молодая собака. Ей около полугода. Ее подобрали наши волонтеры в Черниковке. Худая, никому не нужная, прибилась к предприятию, где очень опасно. Похоже, жила в квартире, так как отлично знает поводок и ошейник. А когда охранница пустила погреться в коморку на предприятии, сходу запрыгнула на диван и уснула. Сейчас Герда живет в нашем приюте в вольере, но она также подойдет и для квартирного содержания. Так что можно сказать, что Герда – это универсальная собака, которая очень ждет своего любящего хозяина. Еще в нашем приюте живут две удивительные девочки, для которых мы ищем особенных хозяев. Это Плюшка и Кувшинка. Они находятся на попечении нашей группы уже около двух лет, но, к сожалению, за это время они так и не научились доверять людям. Поэтому мы ищем для них доброго, понимающего хозяина, который готов потратить свое время для того, чтобы доказать этим собачкам, что еще есть добрые люди, которые готовы их любить. Если вы уверены, что у вас хватит сил, времени, терпения и любви для этих собак, то мы с удовольствием познакомим вас с ними. А совсем недавно в нашем приюте появилась новая подопечная – щенок по кличке Матильда. Ее обессиленную и практически в бессознательном состоянии подбрала одна из наших волонтеров около своего дома. Она отвезла Матильду в ветеринарную клинику, где ей оказали первую помощь, а впоследствии стерилизовали. Сейчас Матильда переехала в наш приют и уже готова встретить своего нового любящего хозяина. Кстати, у нас есть подозрение, что Матильда – это метис Колли, и, возможно, она просто потерялась. Так что, если найдутся ее прежние хозяева, мы просим связаться их с одним из наших волонтеров. Волонтеры группы помощи «Добрые руки» ежедневно тратят свои силы, время и деньги для того, чтобы однажды закрыть дверь еще за одной собакой. Еще за одной счастливой собакой, которая обрела новый дом. И в наших силах помочь им. Ведь порой нужно просто сделать репост и рассказать своим друзьям в социальных сетях о новом подопечном. Не выпить чашечку кофе и перечислить 100 рублей на корм. Или однажды осознать, что в вашем доме есть место для четырех лап, пары счастливых глаз, виляющего хвоста и мокрого носа.